С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. 13 мая в Нарьинмаре состоялось оперативное антикризисное совещание с участием в Рио-губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного и в Рио-губернатора Архангельской области Александра Цибульского. Итогом совещания стало подписание меморандума о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию нового субъекта России. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ненецкого округа. Далее все подробности. Открыл совещание исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Экономическая ситуация, которая сложилась сегодня в НАУ, иначе как катастрофически назвать нельзя. Я не побоялся этого слова, специально его употребил, потому что экономика региона находится в абсолютной зависимости от цен на углеводороды. Бюджет округа рассчитан, ну практически бюджет округа на 90% сегодня формируется за счет поступления от недропользователей. Точнее, ну иначе говоря, он напрямую зависит от нефти, от стоимости на нефть. В условиях развивающегося экономического кризиса, международного экономического кризиса, шансов на то, что произойдет какое-то чудо, практически нет. Бюджет нашего округа рассчитан из цены на нефть 57 долларов, и мы понимаем, что практически половина дохода бюджета сегодня выпадает. При всем при этом у нас с вами колоссальные обязательства перед жителями, это гарантии, это львоты, это субсидии, которые мы обязаны с вами выполнять. Однако, правда в том, что к 1 июля, уважаемые коллеги, эти обязательства мы по большому счету не сможем выполнять. Поэтому, безусловно, что в этих условиях надо искать какой-то выход. Мы с вами фактически стоим на краю пропасти. Опять же, я не драматизирую, действительно, мы на краю пропасти стоим. И либо мы сейчас попадем в эту пропасть и утащим туда всех жителей, нам, перед которыми у нас есть обязательства, либо мы сейчас найдем какой-то иной выход. Какой? Выход по объединению двух экономик Архангельской области и Нинско-автономного округа. Александр Цибульский в своем выступлении, в свою очередь, подчеркнул, что регионы на протяжении многих лет сотрудничают, исторически находясь в тесном контакте. Вот мы буквально сегодня в 11 часов утра с Юрием Васильевичем вместе участвовали в заседании Государственной комиссии по развитию Арктики. И могу вам сказать, что такого внимания к развитию этого региона, наверное, в истории самых, может быть, начальных советских времен еще не было. Те ресурсы, ту роль, которую сегодня государство отводит Арктике, то геостратегическому положению, которое ее признается, говорит о том, что сегодня появляются серьезнейшие перспективы для развития арктических регионов. К сожалению, если взять два наших субъекта, каждый из них, по-своему, являясь и арктическим, и перспективным, тем не менее, будет всегда поодиночке проигрывать эту глобальную, ну, если сказать, войну или конкуренцию за те ресурсы, которые сегодня будут выделяться. Объединив усилия, на мой взгляд, создав, возможно, предложив создав такой крупнейший, сильнейший, мощнейший, исторически, на самом деле, наиболее, наверное, значимый из всех арктических территорий регион, мы сможем с вами совершенно другие получить возможности для развития, совершенно другие привлечь и крупные инвестиции, и государственные, и частные, и в этом смысле, в конечном счете, обеспечить улучшение жизни наших граждан. Обсудить этот вопрос и начать обсуждение этого вопроса для того, чтобы, отбросив эмоции, посмотреть и принять те решения, за которые наши с вами дети будут говорить нам спасибо. Нам нужна территория, которую мы должны оставить процветающей, перспективной и имеющей огромный экономический потенциал. У нас есть возможность сейчас, и это, на самом деле, исторический момент, когда мы можем это решение с вами принять. Основными целями создания нового субъекта меморандумом определяются ускорение социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого округа, а также повышение уровня жизни населения обоих регионов. При этом документом закрепляется сохранение всех льгот и экономических гарантий жителям Ненецкого автономного округа. Уже после подписания меморандума на брифинге для региональных СМИ в Рио губернатора Архангельской области особо подчеркнул. Сегодня мы договорились о том, что мы начинаем такую широкую дискуссию с большим привлечением всей общественности, как Архангельской области, так и Ненецкого автономного округа, к обсуждению возможности объединения наших регионов. Мы надеемся, что наибольшее количество жителей в этой дискуссии примут участие, и если они сочтут это предложение возможным и перспективным, то тогда мы уже будем выходить с решениями о том, что такое объединение может состояться. Но, опять же, это всегда будет решаться путем открытого урезъявления наших жителей, путем референдума. Его коллега в Рио губернатора Ненецкого округа также отметил. При решении за людьми и делать мы будем все это максимально открыто. В совещании принимали участие и спикеры региональных парламентов. Практика других субъектов, практика нашей жизни показывает о том, что когда люди объединяются в любом деле, получается гораздо больше, гораздо больше возможностей. И с экономической точки зрения, и, естественно, с точки зрения развития социальной инфраструктуры. Любые шаги мы будем делать вместе, сообща, при информационной открытости. И, конечно же, с уважением к людям, которые живут в наших регионах. Во главу угла и сегодняшнего разговора, и возможных решений, мы ставим только одно – повышение благосостояния жизни наших людей, в наших регионах. Именно этим продиктована наша сегодняшняя встреча. Конечно, предстоит дальнейший очень серьезный разговор в рамках рабочих групп, которые мы будем вести обязательно и с Арканской областью, и здесь, на территории Нейско-автономного округа. Мы действительно будем приходить к общему знаменателю для того, чтобы решить те вопросы, которые нами были озвучены. Впереди предстоит большая серьезная работа. Я полагаю, могу открыто заявить о том, что она будет максимально транспарентной. Рабочие группы были созданы сегодня же, 13 мая, распоряжением Александра Цибульского и Юрия Бездудного. На основании собранных инициатив рабочие группы должны подготовить предложения по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта. Координировать работу по подготовке проекта соглашения об объединении будет единая комиссия, в состав которой в равном количестве войдут представители обоих регионов. Сопредседателями комиссии станут временно исполняющие обязанности губернаторов объединяемых субъектов. И теперь об эпидемиологической ситуации в Ненецком округе и в целом по стране. За последние сутки в России зарегистрировано около 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших по стране составляет чуть более 242 тысяч. Из них выздоровело 48 тысяч. Вместе с тем от COVID-19 за время пандемии умерли 2212 заболевших. Только за последние сутки скончалось 96 человек. Теперь, что касается эпидобстановки в Ненецком округе. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, в регионе на 13 мая зарегистрировано 50 случаев заболевания COVID-19. Четверо человек из них выздоровели. Таким образом, число активных случаев равняется 46. Из них два заболевших на месторождении Титова, 40 на Ворандее и 4 в Нарьенмаре. На самоизоляции под наблюдением медиков находится 423 человека. Проведено 2037 обследований на COVID-19. Школьники Ненецкого округа смогут сдать книги и учебники в библиотеки по предварительной записи. Это сделано для того, чтобы получить обходные листы для тех, кто оканчивает школу, а также новые учебники тем, кто продолжает обучение. По графику будут работать как школьные, так и городская библиотеки. Так, с 13 мая 2020 года Ненецкая центральная библиотека имени Печкова возобновляет работу по обслуживанию читателей с соблюдением усиленных санитарно-гигиенических мер. Посетителям необходимо будет иметь маску и перчатки, обязательно обрабатывать руки антисептическими средствами, расположенными в фойе, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В библиотеке в школах будут работать по установленному графику руководителям учреждения. Также, если переходить к библиотекам, наши библиотеки тоже сейчас заработают, только они заработают в… будет книговыдача организована в библиотеках только по предварительной записи. Поэтому, если есть необходимость принести книги или взять какие-то книги из библиотеки, нужно обязательно позвонить в библиотеку и записаться, что ты принесешь книгу. Добавлю, информацию о времени работы школьных библиотек необходимо узнавать непосредственно в образовательном учреждении. И теперь информация о ледовой обстановке. Главный предвестник лета в нашем регионе – ледоход – движется в сторону окружной столицы. На сегодняшний день на реке Печора в районе Мархиды стоит затор, наблюдается подъем уровня воды. Вторая голова ледохода находится еще в республике Коми. И если на своем пути не образуются больших заторов, то ледоход в районе города пройдет 19-20 мая. Из года в год подтоплению подвержены населенные пункты Великовисочная, Лабышская и Оксина. Их жителям необходимо быть на чеку до тех пор, пока обстановка на реке не стабилизируется. Необходимо людям все-таки соблюдать меры предосторожности и все свои ценные вещи, документы держать в месте, где их можно будет сразу же взять. Спасатели у нас всегда в боевой готовности, готовы прийти на помощь. В любом случае МЧС отслеживает поводку и ситуацию и будет через средства массовой информации информировать людей. На данный момент действуют два постановления о запрете выхода и выезда на лед. Главы муниципального образования города Нарьинмара и главы Заполярного района. Но жители региона продолжают их игнорировать. Так 10 мая в районе деревни Сопка под лед провалилось три снегохода. В этот раз обошлось без жертв. Однако каждый должен помнить, что штраф – это самая малая плата за желание испытать судьбу. Куда страшнее расплатиться за азарт жизнью. Молодежь Ненецкого округа покоряет новые вершины. Три проекта из семи заявленных от нашего региона на Всероссийском конкурсе Росмолодежи получили федеральную финансовую поддержку общей суммой 2,5 миллиона рублей. Далее все подробности. Конкурсы проектов ежегодно проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Из года в год количество заявок и общая сумма финансовой поддержки растет. В этом году было подано 10 тысяч заявок из 84 регионов страны. Есть же люди, которые грантоеды, их называют. Они просто охотятся за деньгами, кто-то в карман кладет. То есть такие недобросовестные люди. А вот на некоторые проекты зарубают. Ну вдруг там что-то неправильно написано или не так немножко оформлено. Их зарубают, но на самом деле человек очень старается. Я считаю, что поддерживать талантливую молодежь стоит. Потому что на базе грантов Росмолодежи были открыты достаточно классные проекты. Правильно оформить и продумать значимые для разных категорий граждан проекты получилось и у троих молодых активистов из Нинецкого округа. Например, проект «Я патриот НАО» направлен на взаимодействие между патриотическими объединениями округа, а также образование новых, обучение ребят и расширение списка мероприятий. «Патриотическим объединениям, которые находятся в округе, так как у них и с интернетом не всегда хорошо, и с доступностью тоже не всегда хорошо, поэтому мы их решили обеспечить формой и различными информационными и методическими материалами, чтобы они тоже были, так сказать, в теме и не отставали от того, что у нас здесь происходит. И у них была возможность еще проводить такие же мероприятия, как проводятся здесь у себя, потому что не все могут сюда выехать». Еще один грант в направлении «Патриотическое воспитание» выиграл проект в списках «Значится» «Книга памяти Нинецкого автономного округа семьи Николаевых». Это большая работа по обновлению информации о земляках, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. А в направлении «Инициативы творческой молодежи» в числе 140 победителей оказался и фестиваль местной музыки, косплея и различных субкультурных сообществ «Арктикон-2020». «Мы не хотели привозить какие-то творческие группы из НЕ, мы бы хотели именно рок-концерт наших групп. То есть у нас очень много талантливых ребят, которые занимаются на базе МЦ, просто сами какие-то клипы снимают, то есть яркие, талантливые, такие классные. И вот хотелось именно с ними концерт провести, именно вот что-то местное, такое самобытное». Все, кто не попал в список победителей, получат обратную связь от Росмолодежи и могут доработать свои проекты, а после повторить участие в конкурсе грантов уже на всероссийских форумах. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.